Так, всех приветствую! Сегодня с Юрой мы решили проверить доступную среду города Новосибирска. Для этого мы используем колясочки Ultra 5 и GTS 4WD. Приехали, начали свой пробег с автовокзала. Здесь у нас есть пешеходный переход для инвалидов. Указан номер телефона. Попытаемся позвонить, что нам ответят. Работает ли это все дело вообще или нет. Здравствуйте! Вышел молодой человек. Отдать за того же. А там где работают ли? Придется у меня. А? Спустите, не как-то. Смято, что ли, сидел. Какой-то прекрасный попал. Указан номер телефона. Можешь подвозь? Да, а что подниматься надо? За сторону мы переликли. Ну, что там быстро. Что, с той стороны не работает? Нет. Не надо. Подъем есть, а спуска нет, да? Подъем. Есть у нас мэрия. Вот, ребята, жалобки что-то. Понятно? Нет, это надо. Все. Вот так. А что? Перелизовайте. Пацаны. Это мы... Лифты не наши стоят. А сейчас знаете, что творится? Перекрыли все. Ой, нет. Ладно, поехали. О, вот все. Свои тешеходников, которые в бой как далеко. Первый блинкомом. Погнали дальше. Погода просто потрясающая. Юра, как тебе ультра? Ну, пока, офигенно. Пока-пока, поеду кайфую. Дорога ровная. Не пересет. Ну, смотри. Ну, тем более, если ты так гонишь. Ну, вот. Начались вот эти вот гонки. Куда мне за тобой-то? Ты давай по ступенькам. А ты на пятой впереди. Мне так комфортней. На пятом трясет. Так покомфортней на 4ВД по прямой передвигаться. Ну, первые наши переезды от автовокзала. Переход дороги. Здесь вот мама молодая тоже с нами проверяет доступную среду. Девушка, как вам доступная среда в городе? Не очень. Много мест, где нельзя проехать на коляске? Много мест. Ну, будем смотреть дальше. Ехать пока. У нас осетька только с подъемником. Дальше будет видно по качеству покрытий для пешеходов, для колясок. Юра у нас пошел на обгон. Ультра, в общем, в городских условиях просто потрясающе себя ведет. Прям очень мягкая коляска. Даже со стороны видно, как отрабатывает подвеска. Подвеска как съедает все неровности. Отлично. Отлично. Как бы это водосток был открытый. Ну, всякое бывает. Бывают люки открытые, бывают водостоки. Ну, пока складываются такие противоречивые ощущения по началу нашей поездки. С лифтом, конечно, мимо. Ну, это да. То есть, это аттракцион для десантников. Подняться можно. Спуститься нет. Билет в один конец. Как могли, так сделали. Полумеры тоже меры. Вот. Ну, пока каких-то серьезных у нас не встретилось проблем по передвижению. Ну, будем надеяться, что... Ну, конечно, на кочке все равно маленько ощущается. Она идет мягче, чем обычно, где есть амортизатор. Но в кочке все равно маленько в ногах ощущается. В спине нет, а в ногах все-таки ощущается маленько. То ли надо настроить амортизаторы маленько под мой вес, что они сильно тугие стоят. То ли что. Но это надо смотреть, настраивать амортизаторы. Я все равно чувствую некоторые неровности, когда какие-нибудь, так сказать, стиральная доска, я их чувствую. Ну, будем настраивать, будем модернизировать, усовершенствовать. Для этого, собственно, мы и выехали. И взяли с собой как раз ступенька-ход на всякий случай. Чтобы у нас было понимание, что у нас действительно ступенька-ход в некоторых ситуациях просто необходим. Ну, как к примеру, вот этот вот случай с подъемником. Пешеходный надземный переход есть, лестничный. Там даже видел я пандус, но он крутой очень. Вот. Ну и плюс не покрыт никаким прорезиненным покрытием. Это просто металл. Ну, соответственно, он скользкий. Вот, будем ехать дальше, смотреть, что у нас будет. Пошли. Вот, короче, житерезка пошла. Гуляем, прогуливаемся. Смотрим, как с вами. Поворотники не включают, блин. Попоклала Костю. Вот он. Тут же пьески фигачит. Грудовый. Ну, пока с заступностью по центральной улице, скажем, все хорошо. Но зебри не ощущается маленький. Хочешь? Ну, не критично. Так, уже ее. Ну, маленько поснимали GTS, что все-таки мы не обманываем, чтобы гусеничная техника всегда с нами. О, мы снимаем людей, люди снимают нас. Для людей маленько в новинку наверное, видеть какие-то такие моменты. Так, вот наше первое серьезное препятствие. Ну, в общем, нюанс, который возник. Вот здесь мы и проверим и ультру, и 4ВД. Так, ультра забуксовала. Так, Юра. Так, ну, я попробую 4ВД. Так, ультра села. Ультра села. Все нормально. Ты давай назад. Так. Вот вам нюанс. Уже ребята нам там на помощь пришли. Ну, будем смотреть, что у нас ВД покажет. ВД покажет. ВД справилась. ВД справилась. Мы испытания проводим, да? Вот доступную среду нашу смотрим. Насколько она доступная. в основном комментарии люди вставляют. Для галочки у нас доступная среда. Сказали. ВД проскочила, хотя песок рыхлый. Не без проблем, но ВД проехала. Как бы Юра пробует. Юра, задние откатники упрешься. Стой. Стой, откатники. Ну, ладно, будем разбираться сейчас с этим препятствием. Выйдем, ставим пару комментариев. В общем, короче, мы тут с ямой боролись, боролись. Я вон вылез уже с транс по заседству. Вот тут сделали мостик. Юра, с разгоном, наверное, подожди, маленько еще не пролазишь. Плошире. Ну, вот. Даже маленько фасад здания коревнули. Ну, вот вам и что у нас там? Красный проспект 30. Привет вам! Заехали мы в гастрогородок, в гастро уголок. Ну, в общем, какой-то уголок с закусочными, с центром. Так, вот такие вот препятствия, в пятом колесе прям некомфортно. Народ иногда в шоке бывает, когда Юра застрянет там где-нибудь и я подъезжаю и встаю. Вот, это прям жесткая неожиданность. я что-то выгляжу наверно как-то не так. У меня что-то все как сядки соль да? Ну, ты похож на павлика наркомана. ты вот сейчас чуть в ДТП не попал, пацанчик. Вот тут есть у нас один поребрик, мы его штурмовали буквально полчаса назад и в итоге Юра, это откуда у тебя высыпалось? Так, вот поребрик нам этот не поддался в общем. Ну, давай поехали здесь, поехали на площадь Ленина. Ну, давай вот так объедим и там подъем. Ну, вот пытаемся мы попасть на площадь Ленина, выехали с гастрогородка и нету у нас ну, нету заезда у нас, нету доступной среды. Вот, рискует человек жизнью, поехал по дороге против шерсти, тут же, тут одностороннее, нарушать будут. Сейчас нас наши доблестные товарищи полицейские изловят, особенно вот этого персонажа, он прям что-то вообще доверие не внушает. Прям как-то совсем. короче, наша доблестная администрация в мэре заставляет заставляет людей рисковать жизнью, ездить по проезжей части. Ну, вот, катаемся. Тут-то на центральную улицу выехали, вроде опять доступ есть. но не сказать, что все мы успеваем, мы маленько опаздываем. Я не, просто. Бегом, бегом, бегом. Короче, кто тут? вот так вот накатаемся. Костя решил повыделываться, народ удивить. Ну, почему нет? Переходит на гусеницы. поехал в метро. На Кагаринске обратно. Мне сие действие недоступно. Поэтому Костя народ шокирует ездить здесь. У меня NGTS обычная ультра, без гусениц. Поэтому мне неинтересно. Я здесь сторонний наблюдатель. ходит, 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 ходит. Я не верю. Я не верю. Не вот. А кто что тут мешает ездить? Эти инвалиды везде катаются. уже по ступенькам и то от них не спрячешься. народ реагирует спокойно. вообще не обращает внимания. Народ у нас новосибирский заевшийся. паренек мне в лоб вышел. Он очень не ожидал меня там увидеть. я говорю, инвалиды заелись. Одни уже на ступеньках не спрячутся. ну и как тебе? Да потрясающе. Едешь никаких проблем с преодолением ступенек ну абсолютно никаких нет. Проехать метро любой человек в принципе может пройти по подземному переходу по надземному переходу без разницы. Ну это откровенно плюс ступенька хода. Как тебе нахождение в коляске когда ты по отношению с окружающими реагирует? Люди реагируют по-разному. То есть мы как сегодня видели как люди отзываются на какие-то ситуации нештатные как у нас были сегодня в начале нашего пробега так сказать когда забуксовала ультра люди помогают сейчас на ступеньках вот именно как машина поднимается по ступенькам спускается по ним некоторые прям с интересом аж оборачиваются в большинстве своем это ну какой-то может быть какая-то нотка безразличия. ну и наверное будем резюмировать наш вот такой мини пробег по городу даже по маленькому участку центра города назовем это так ну ну нет ну нет у нас доступной среды доступная среда организована там где это выгодно кому-то это не будем называть либо это администрация либо это коммерческие организации которым выгодно чтоб к ним люди ехали разные с разными возможностями с разными способностями а в большинстве своем это все-таки дискомфортное передвижение по городу и становится маленько обидно за то что мы живем в мегаполисе в третьем городе по численности в нашей там великой стране и доступная среда у нас находится на таком уровне ну я думаю что мы будем с Иваном Александровичем решать вопрос поднимать вопрос по поводу может быть каких-то выездных выездных мероприятий на наших колясках Катарвилл может быть разных моделей выезды в ближайшие может быть в другие города для проверки для проверки просто для своего убеждения что значит доступная среда для руководителей городов разных на этом как бы все вот вам дорога оперного театра в